Ребята, всем привет! У меня сегодня день посылок. Приобрела себе новую звуковую электрическую японскую щёточку. Это зубная щётка с увеличенной чистящей поверхностью. С помощью неё чистим зубы и массируем одновременно дёсна. Щетинки разной длины позволяют вычищать пищу из самых труднодоступных уголков. Корпус очень яркого, красивого, такого оранжевого цвета как раз классно подойдёт нам в ванную комнату. Я думаю, многие помнят, что у нас в ванной оранжевый кафель. Батарейка уже входит в набор, это на самом деле большой-большой плюс. Мне очень нравится, что у этой щётки низкий уровень шума, мы уже пользовались щётками этой фирмы. Это щётка Hapika Big Head. Очень классно, что есть 8 типов сменных насадок. Спокойно мы можем снять насадочку и поменять на любую удобную нам насадку. У меня уже есть насадки для брекетов. Это в виде ёршика насадка, более плоская насадочка. Ну и мне очень понравился оранжевый цвет, поэтому я решила заказать просто новую себе зубную щётку. А точнее, новый корпус и новую насадку. Насадки вообще рекомендуют меня где-то раз в три месяца. Включается щётка снизу, лёгким движением. Чистит зубы просто на ура. Мы заказали щётку Hapika на Валбересе, но я знаю, что и на зоне сейчас они продаются, и там просто суперские скидки. Так что, кому нужны щётки, обратите внимание на вот такие вот японские щётки Hapika. Ссылочку оставлю в описании под видео. Так, мы уже позавтрикали, я сейчас скрашусь, и мы выходим за мышкой. Заказала себе новую мышку, так как моя глючит. Съездили уже за мышкой, у меня была вот такая вот чёрная, не очень красивая мышка. А теперь вот такая вот маленькая и красивая мышка. Сейчас её распакую и покажу. Ну а с распаковкой, как всегда, у меня проблемы. Ну-ка, показывай, что ты там выбрала. Я даже не знаю, что я выбрала. Такая же примерно, как у тебя, только более новая модель. Это что, в Xiaomi? В Xiaomi, да. Я, короче, открывать нормально не умею. Ну, вы поняли, я, короче, всё достала с коробки, кроме самой мышки. Так что пришлось полностью разрывать эту коробку, и я её всё-таки достала. Такая она классная, она такая вот вообще очень миниатюрненькая и удобная. Это большой-большой плюс, потому что моя предыдущая мышка была достаточно большая. Вау! Это как круто, мои. Давай поменяйте. Нет. Да я посмотрю. Продолжаем её распаковывать изнутри. А, ну, в принципе, вот эта штука не нужна. Почему? Потому что она по блютузу работает, и эта штука... Милана сказала, что ты маме подаришь. Штучонок не нужен. Давай, давай, давай. Как вы уже поняли, она может подключаться и по блютузу, и по радио, то есть с помощью вот этого вот маленького переходничка. Потом я минут 15 соображала, как же её всё-таки включить. Включила, и следующая задача — подключить её по блютузу к компьютеру. И вуаля, я уже монтирую новый влог с новой мышкой. Ну, а сейчас будет следующая распаковочка. Это, конечно же, не всё. У меня, короче, сегодня день какой-то распаковочек. Пришла, в общем, следующая посылочка. Сейчас покажу, что мы тут заказали. Ой! Мамочка. Короче, заказали вот такие вот жидкие патчи. Не знаю, не пробовали ещё, но, мне кажется, будет классно. Это жидкие патчи с гелем алоэ вера. В общем, попробую, обязательно расскажу, классные они или нет. Заказали вот такой вот гель для душа. Его заказываем уже не первый раз, и мне он реально очень нравится. Посмотрите, как он весь переливается. Прям такой золотой-золотой гель. Классно. И у него приятный аромат. Потом я взяла ещё такую вот гидрогелевую маску для лица. Тоже не пробовала, но мне очень понравилось, как она выглядит. То есть она, посмотрите, блестящая эта масочка. Сейчас включу вспышку, и будет лучше видно. И я её обязательно в ближайшее время протестирую и тоже расскажу вам. Это мама заказала себе вот такой вот скраб кофейный. Это сухой кофейный скраб для тела и лица с натуральным какао и тростниковым сахаром. Здесь 200 грамм. Маме он, в общем, очень нравится. Она уже не первый раз его заказывает. В общем, ей он просто очень-очень нравится. Так, заказали вот такой вот мужской гель для душа. Но здесь идёт как два в одном. Гель и шампунь. Мужской именно такой не заказывали. Папа пользуется нашим гелем для душа. Решили попробовать вот такой вот заказать. Это ещё не всё. Тут ещё на самом деле очень много. Так, это лосьон, если я не ошибаюсь. Так, да, это обновляющий лосьон для тела с гликолевой и салициловой кислотой. Это заказала себе мама, потому что лосьонами я особо не пользуюсь. Это шампунь. Увлажняющий шампунь для волос. Вообще, шампунь фирмы Mixed мне очень нравится. Ещё раз повторюсь, это не реклама. Я просто вам показываю наш заказ с сайта. Вот и всё. А то если я показываю какие-то такие вот покупочки, которые мы заказали и в посылке только одной фирмы лежат, то все считают, что сразу это реклама. Нет, ребят, это не реклама. Сырлитное масло это мама заказала себе, оно ей тоже очень нравится. Там есть охлаждающее масло и есть вот такое вот, короче, жгучее масло с перцем. Вот маме больше нравится жгучее масло. Вот так вот оно выглядит. Ну, жжёт, правда, вообще классно. Это масло. Я заказала себе вот такую вот маску-плёнку. Здесь клюква и чёрная смородина. В общем, тоже протестируем, попробуем. Розовую масочку я такую ещё себе не заказывала. У меня на самом деле уже прям целая коллекция таких масок. Есть и чёрные, и голубые, и прозрачные, и синие. Каких только у меня нет масок, а вот розовой ещё нет. Потом заказали ещё вот такой вот скраб. Так, это увлажняющий солевой скраб для тела. С экстратом ламинарии и мяты. И заказали ещё вот такой вот крем. Таким кремом мама уже пользовалась тоже. Ей он очень-очень нравится. Это тоже крем. Крем-мус для всех типов кожи. И здесь в составе тоже есть ламинарий и мята. То есть это вот такой вот как наборчик идёт. Это крем для тела. Если я не ошибаюсь, да, он, смотрите, с шиммером идёт. Сейчас тоже вспышку включу, будет лучше видно. Вот так вот он выглядит. Упаковочка просто вообще милейшая. Это крем для тела, для рук. В общем, его наносим на тело. И втираем до того момента, пока он не впитается в кожу. В общем, вот такой вот крем. Ну, вот такие вот покупочки у нас сегодня. А я хочу сегодня ещё поснимать тикток. Хочу ещё сделать локоны. Потому что голову помыла, а высушить их не успела. И видите, они вот такие вот волнистые. Вот если присмотреться, видите, вот такие вот они. Ну, такие. Я такие волосы не люблю. Их в любом случае нужно или выпрямлять, или крутить на плойку. Ну, я выбрала вообще накрутить на плойку. Потому что мне просто локоны нравятся больше. Они как-то поднимают что-ли настроение. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Хочу сейчас попробовать вот такую вот маску-плёнку от Мексит. Слушайте, у неё такой приятный аромат. Прям такой ягодный-ягодный. Вообще просто огонь. Ладно, всё на этом. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. А я сейчас буду делать масочку.